Микс Ньюс Приветствую вас, радиослушатели. Мы начинаем программу «Разворот». Сегодня веду её я, Лёна Борисова. Помогает мне звукорежиссёр Евгений Копеина. В гостях у нас сегодня представители фонда «Интеграция общества», директор фонда Айя Бауэра. Здравствуйте. Здравствуйте. И пресс-секретарь фонда Дация Зариня Зведра. Здравствуйте. Ну, я напомню, что вот буквально вчера, 19 июня, был Всемирный день беженцев, который отмечался в том числе и в Латвии. Эта дата ежегодно отмечается уже с 2001 года. Чтобы обратить внимание всего мирового сообщества на проблему вынужденной миграции. И вот в Риге вчера прошла достаточно обширная программа мероприятий и презентации, и дискуссии экспертов, открытие кампании, которая называется «Открытость – это ценность». И мероприятие в том числе проводил и фонд интеграции общества. Расскажите, пожалуйста, что это были за мероприятия и какова была их главная цель. В этом году в проекте, который мы осуществляем, проект называется «Дожады» и называется «Наш» или «На русском будет поощрение разнообразия». Есть компания, которая будет проводиться в течение 5 лет до 2022 года и осуществляет ее «Сия Дип Вайт». И в этой кампании в течение 5 лет мы будем говорить о открытости общества. Мы будем говорить о разных видах интеграции, разных вида дискриминации. И каждый год будет посвящаться своей теме, своего вида дискриминации. В этом году мы затронем тему беженцев. И поэтому, как такой символический день, это 19 июня, вместе с другими организациями было открытие кампании, которое будет, в принципе, как начало, вот несколько мероприятий, которые будут проводиться в течение всего этого года. В следующем году мы уже будем переключаться на другой вид дискриминации. И тоже будут новые мероприятия проводиться в течение всего года. Ну вот 19 июня проводилась, я так понимаю, открытая дискурсия. Были приглашены также эксперты, а сами мигранты, с ними удалось бы беседовать или их не касалось? Они тоже были приглашены, они тоже были там. Они тоже участвовали в разных интерактивных мероприятиях. Потому что, в принципе, цель всего не только раздавать буклеты и какие-то книжки. И цель всего рассказывать людям, как быть более терпеливыми, как быть более открытыми, когда ты встречаешь в своей жизни человека, который, например, беженец. А мы сейчас говорим о тех беженцах, которые вот по программе переселения ЕС, мигранты-выходцы из Сирии, Ирана, Ирака, да? Тоже о них, да. Те, которые находятся в Мутинеке. Тоже о них, да. А известно ли вам о других беженцах в Латвии, вот кроме тех, которые сейчас находятся в Мутинеках? Есть ли еще люди, которые сами, допустим, самостоятельно прибыли в Латвию и, возможно, не могут здесь найти себе применение? Или вы работаете вот именно с теми? Наш проект работает именно с теми людьми, которые находятся в Мутинеке и которые в Латвии приехали через программу. Но, конечно, так как у нас в Латвии есть несколько негосударственных организаций, которые работают именно с беженцами, которые приехали по собственной воле не через эту программу, конечно, они тоже участвовали в этом мероприятии и они, думаю, будут участвовать и в других мероприятиях, потому что они тоже являются целевой группой. А вы можете рассказать поподробнее об этих программах? Что это за программы, которые будут способствовать сплочению общества с выходцами из третьих стран и с нашими латвийцами, например? В принципе, у нас как? У нас, например, как я уже говорила, в этом году, значит, мы работаем именно с беженцами, с людьми с альтернативным статусом и в этом году то, что будет проводиться, например, будут тематические дни, будут обучения, обучения работодателях, будут, например, есть фестиваль «Лампа», в котором тоже есть план участвовать, значит, в принципе, развивать и дискуссию. И ехать в школах, где проводятся тоже дискуссии среди молодежи, потому что, в принципе, то, что мы думаем, что молодежь, работодатели – это та целевая группа, с которой очень надо работать, потому что они на такой грани, что они хотят быть открытыми к разнообразию. И поэтому это будет как целевые группы, и все мероприятия будут больше вот на такие интерактивные всякие разновидности. А на каком языке вы общаетесь с мигрантами, допустим, из Сирии? Потому что, насколько мне известно, английский они знают плохо, есть ли у нас соответствующие переводчики, как происходит общение, то есть интеграция посредством ментора? Слава Богу, у нас в Латвии есть люди, которые умеют и арабский, и дарий язык, и разные другие языки. Конечно, если человек, который приехал в Латвию, не умеет ни на английском, ни на русском общаться, тогда с помощью переводчика не обойтись. Но, слава Богу, они учатся латышского языка, и на самом-то деле, насколько бы это ни было трудно, перейти на латышский язык, успехи хорошие, в принципе, можно сказать. Они учатся, и они уже умеют основные фразы сказать, так что мы надеемся, что в будущем мы даже сможем обойтись без переводчика. Ну, это за какой промежуток времени, допустим, вот депутат и глава парламентской комиссии по внутренним делам Айнар Латковский сам говорит о том, что трудоустроиться беженцам в Латвии будет тяжело, а вот на изучение латышского языка уходят годы. Поэтому, и в том числе, и поэтому, помимо нашего благосостояния страны, беженцы уже не задерживаются. Я могу ответить чисто с практической стороны. Легче всего адаптируются дети, конечно. Потому что наш фонд интеграции общества, он проводит пилот-проект тоже, то есть отдельным семьям помогаем покрыть платеж за жилье. И детям в школе, тогда я более близко вижу, что делают, как эти семьи развиваются, как работают, как дети учатся. А в школе примерно за один учебный год ребенок освоил латышский язык так, что он уже не теряется на улице, он может разговаривать с своими друзьями, он может решить задачи и спокойно учиться дальше на латышском языке. То есть научился читать, писать и понимать основные навыки? И писать это немножко сложнее, потому что, скажем, с арабского… Ну, связи переходить, да, на латиницу. Переходить с арабского на латыш, на латынь, латинские буквы, и имейте в виду, что они пишут с левой стороны на правую. Так что это очень сложная процедура. Но говорить… Самое главное, что говорить человек может научиться и ребенок, и взрослый в коллективе. У детей, например, которые учатся в школе, есть друзья, с которыми они проводят свободное время тоже. Есть рабочие коллективы, где говорят на латышском языке, на русском языке. И как там, скажем, если на латышском языке этот человек уже через год понимает и может сам сказать, что именно он хочет… Ну, что он хочет сообщить. Детьми, понятно, действительно, они приспосабливаются лучше, но все-таки дети здесь без родителей существовать сами не могут. Конечно. Поэтому вы занимаетесь вопросом интеграции именно родителей, помогаете ли вы им с работы, следите ли вы за тем, как у них дела идут? Да, конечно, это прямая обязанность ментора, то есть человек, который социального работника ментора, человек, который в прямом смысле ответственный за интеграцию этого человека в нашем обществе. И сейчас более 20 человек уже работает в разных предприятиях, примерно 20, если я правильно. 20 человек из тех, кто вот прибыл по программе распределения есть? Да, из тех людей, которые получили статус здесь в Латвии. И это родители, конечно. В основном начинает работать глава семьи вначале, а потом уже и остальные члены семьи. А где работают эти 20 беженцев у нас в Латвии? В разные предприятия. Вчера как раз были сюжеты, можно посмотреть, наверное, в интернете, потом есть фанерный завод, где очень успешно работают. То есть это какие-то фабрики, где не надо коммуницировать с другими людьми? Все равно надо, потому что в кондитерское производство обязательно надо согласовать рецептам, работу, последовательность с работодателем. Но, как я смотрела, как они работают, если это профессионалы, они очень быстро находят общий язык и быстро учатся понять друг друга, даже если не хватает знаний латвического языка. А если говорить о числе тех людей, которые у нас остались, наверное, надо вспомнить цифры. 317 человек прибыли в Латвию по программе перемещения ЕС. Но вот по последним данным, всем им полагались услуги менторов. Как раз ваш фонд интеграции должен был этим заниматься. Но сколько сейчас человек сотрудничает с ментором? Выходит с ним на связь? Сейчас у нас есть имя, если вы имеете этот год, 18-й год, то у нас 80 человек, которые имеют право получать услуги ментор и социального работника. Ну, право, да. Кто действительно пользуется этим? Они действительно пользуются. Все 80. Это значит, что 80 человек у нас в Латвии остались? Не уехали в Скандинавию? Это не такая цифра. Из перемещенных у нас осталось, так, если я правильно, 6 человек и 4. Ну, вот в Неткариге писалось, что остались буквально только 7 человек по программе перемещения в Латвии. Нет. Не совсем не так, немножко больше 10, но все равно это очень маленькая цифра. 10 человек осталось. Больше, больше. И еще есть 49 ищущих убежища, которые также содержатся в Муцинеках в настоящее время. Да, около 50, да. Всего. Ну, то есть, буквально вы осуществляете контроль вот за этими, грубо говоря, 60 людьми? 80. 80, да, в общем. За Муцинек еще 30 человек. А вы знаете их планы? Планируют ли они также мигрировать дальше по Европе, допустим, в Германию, в Скандинавию? Или все-таки они уже с расчетом на то, чтобы в Латвии оставаться? И что они говорят о Латвии? Очень трудно сказать, почему нас покинули те люди, которые были перемещены из Сырии сюда. Ну, потому что они получают чуть больше 100 евро от государства. Есть три основные причины. Первая – это, конечно, язык. Человек беспомощен и на улице, и повсюду. Вторая – это жилье. И третья – это работа. Они между собой связаны. Ну, немецкого они тоже не знают, но, однако, все беженцы стремятся попасть в Германию. Ну, и социальная, конечно, социальная помощь, конечно. А что говорят сами беженцы о нашем обществе? Как латвийцы к ним относятся? По-разному. Чувствуют ли они себя здесь чужими? Что на них смотрят, обращают внимание, может быть, оглядываются? Бывают разные ситуации. Сдают ли вы им такие вопросы? Бывают, да, конечно, мы об этом говорим. Но ситуации бывают разные. Ну, вот рассказывали какой-нибудь пример можете привести? Ну, например, человек, который работает в кондитерском производстве, он очень хорошо отзывается работодателем, который больше… Он становится уже как, ну, член семьи, родственник. Потому что все беды, все, значит, проблемы он, значит, решает не только с ментором, но повседневно он решает с работодателем. И он считает, что, ну, такие люди, как работодатель здесь, это уникум. Очень хорошо и очень положительно. Но были у нас случаи, когда у нас семью тоже на улице нападали. И значит… За что? За то, что они разные. За то, что они такие, как мы. А нападали местные латвийцы? То есть, именно цель какая была? Просто покалечить? Мы не нашли, кто это, потому что сообщили полиции, конечно. Об этом случае ментор позаботился, чтобы эта просьба пошла на рассмотрение полиции. Но как ее найдешь? Ну, рига большая, конечно. А в чем заключается работа ментора? Кроме того, что он, я так понимаю, выслушивает основные просьбы, пожелания, либо дает советы, как существовать в городе, в Латвии. Это помощь в оформлении документов. Это сопровождение в разные учреждения, где нужно человеку посвящать. Это, например, юридическая помощь, если это необходимо. Это эмоциональная, часто поддержка, если вот случай, когда там человек… Напали. Напали, он чувствуется, он перепуган, он не знает, что делать. Это просто помощь, ориентироваться в среде. Ну, например, что езжая в автомобиль, надо пристегнуться. Ну, такие, такие… То есть, они этого не знали? Значит, у них такой традиции нет. Поэтому, да. Значит ли это, что у них в автомобиле нет ремня? У нас раньше тоже был ремень, но мы не пристегивались. В принципе, поэтому просто отличается их культура и то, как они вели свой образ жизни. И когда они приезжают сюда, здесь все-таки есть очень… Даже вот эти маленькие нюансы, которые нам кажутся, все само собой, конечно, это логически. Для них это что-то новое. И поэтому есть основные вещи, чтобы ему помочь обустроиться по-разному. Можете еще привести пример, вот с чего было тяжело переключиться? Допустим, ремень в автомобиле, да, не было привычки пристегиваться? Ну да, есть разные вещи и с нашей стороны, и с сытней стороны. Ну, например, семья, с которой я тоже работала вначале, поскольку там был пилот-проект, который только начинался, они очень-очень строго соблюдают чистоту. И, например, я себя поймала на том, что я утром, когда пью кофе, я смотрю в телефон «Последнее известие», сообщения какие-то и так далее, они это вообще не разрешают ни детям, ни себе, никому, потому что мобильный телефон на стиле, на котором находится еда, это недопустимо. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, после чего обязательно продолжим. Мы продолжаем программу «Разворот». Я напомню, у нас в гостях сегодня представители фонда интеграции общества Айя Баура и Дацезариня Зведры. Говорим мы сегодня об беженцах, вчера был Всемирный день беженцев, и в том числе затронем во второй части тему политики сплочения внутри государства. Поэтому звоните нам, телефонный прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Ну вот последний вопрос, если говорить о беженцах, как мы уже поговорили в перерыве, 70% программы перемещения уже освоено, 30% еще нет, то есть у нас есть квоты на приемы этих беженцев. Прокомментировать ситуацию, будут ли к нам приезжать, или наоборот, будут ли у нас уезжать оставшиеся, вы не можете. Конечно, нет. А все-таки главный вопрос по интеграции у беженцев в наше общество – это язык, как вы считаете? Это один из очень важных моментов. Язык, социальные услуги, жилье – это все как, в принципе, комплексный такой комплект, без которого, в принципе, очень трудно, конечно, начать самостоятельную жизнь. Ну вот мы уже затронули о том, как беженцам приходится жить и уживаться с нашим обществом, и действительно, вот если не брать во внимание те учреждения, в том числе и ваши, которые занимаются интеграцией беженцев, то вот само общество готово видеть рядом с собой соседей, коллег, сотрудников, выходцев из Сирии, Ирака и Ирана, как вы считаете? У нас именно в этом проекте, в большом проекте, в котором есть несколько мероприятий больших, тоже проводилось такое расследование, в котором мы определяли критерии. И были заданы вопросы и обществу, и работодателям насчет, например, были бы они готовы жить по соседству с человеком, который является другой расой, или этнического происхождения, или, например, беженца. И, конечно, результаты достаточно такие, ну, скажем так, не особо радуют нас, потому что большинство готовы жить рядом с человеком, который имеет другую этническую принадлежность, но не готовы жить рядом с беженцем. Я думаю, в принципе, что, может быть, это основано на том, что у нас и в СМИ, и вообще в новостях очень много негативной информации тоже насчет беженцев. И, конечно, у человека какой-то свой стереотип или просто свое какое-то мнение образовывается насчет этого. Но и по несколько разным тоже исследованиям, которые не мы проводили, Латвия, к сожалению, одна из менее толерантных стран. Да, действительно, вот ученые Гарвардского университета собирали данные за 13 лет, были опрошены почти 300 тысяч европейцев с белым цветом кожи, и Латвия находилась в числе тех, население стран, которых относится негативно к людям других цветов кожи, скажем так. Как эту проблему можно решить? Поэтому, в принципе, вот есть такие компании. Мы очень рады, что эта компания не одногодная, потому что, в принципе, чтобы поменять какое-то мышление или просто как-то уменьшить свой стереотип, надо с этим работать в течение нескольких лет. И даже, может, 5 лет недостаточно. Но мы очень надеемся, что те люди, которые сейчас находятся на такой, скажем, нейтральной линии, которые сомневаются или есть у них какие-то, не знаю, страхи, подозрения или что-то другое, что в течение этих 5 лет они будут склоняться в позитивную сторону, что не все так плохо, что может быть и хорошо. Ну вот я обратила внимание на некоторые высказывания публициста и писателя Анны Текконст, который уверяет, что свойственность латышей – это замкнутости. И, скажем так, типичная черта – это, скажем, типичный латыш – это интроверт. Она даже компанию запустила в свою Великобританию, такой «я интроверт». А рижский гид Филипп Бирзулис, он вспоминает, что когда переехал Латвию, то его поразило то, что некоторые латыши даже специально переходят на другую сторону улицы, лишь бы не проходить мимо некоторых знакомых. Вот как вы можете… То есть мы немножко, мы даже сами не стремимся к тому, чтобы к сплочению. Ну, как и сказали интроверт, ну, конечно. Но это, по-моему, определено историей нашего народа. Потому что, скажем, может быть и поэтому есть такая боязнь к чужому. К тяжелому, к неизвестному, да. Ну, а если говорить о неизвестном, не считаете ли вы, вот, что тяжело сплотить общество и даже говорить о выходцах из третьих стран, когда у нас в самом обществе есть проблемы сплочения? Да, мы знаем, что это двухобщинная. У нас есть этническая рознь, и там в преддверии выборов она еще более активно развивается. И вы в том числе, я так понимаю, работаете и по сплочению нацменьшинства. Да, программа у вас есть отдельная. Не тяжело ли существовать, вот, объяснять мигрантам, которые пытаются сюда внедриться, еще как-то уживаться с конфликтами этническими, которые у нас есть в государстве? Ну, знаете, тяжело, конечно. Не все здесь понятно другим, которые приезжают в наш государство, например, из Сирии. Почему именно так? А не понимают это, что у нас есть воздух, воздух наэлектролизован? Ну, я бы так не сказала, потому что, как посмотреть, если в политическом плане, да, а если в практическом плане, например, в школах и трудовых коллективах, где работают разные люди совместно, если отношение и атмосфера в этом коллективе дружная, интеграция происходит, поверьте мне. Ну, вот, в связи с этим исследованием Гарвардского университета по поводу расизма, был также Латвии организован такой опрос, где у латвийцев спрашивали, сталкивались ли они с расизмом, проживая в Латвии. И большинство из них, 71%, ответили, что дискриминация по национальному признаку тоже своего рода расизма, нам приходилось с этим сталкиваться. Вот можете ли вы прокомментировать такие цифры, что внутри нашего государства люди любой национальности сталкивались как раз таки с дискриминацией по национальному признаку, этническому? Мне кажется, что то, что вы вначале сказали, что насчет того, что латыш, и вообще наше латышское общество, оно такое очень интровертное, что мы все внутри себя и не открываемся сразу людям, это то, какие мы есть. И насчет того, что вы спросили, стоит ли работать с этим или как работать и так далее, будет ли легко, то, что уже директор сказала, что будет очень трудно, очень трудно. И этого, может, не хватит и компания на 5 лет, на 10 лет, но если мы не будем пытаться работать, и у нас есть очень хорошие целевые группы, у нас растет очень хорошая открытая молодежь, которая уже побывала в разных странах, ездит, они видят разные культуры, они видят, что и в Великобритании, например, там тоже столько всяких людей с разными этническими корнями, да, и они это воспринимают совершенно по-другому. Ну вот вы сейчас сказали, что у вас запускается кампания в течение этого года, которая будет называться «Поощрение разнообразия». Вы не считаете, что вот политика государства как раз сейчас, наоборот, этому исходит от обратного? То есть, да, вы говорите о разнообразии, а сейчас как раз интеграция заключается в том, чтобы все стремились к этой латышкости, если можно так сказать. Ну, я лишь повторяю слова депутатов нашего сейма, коалиции. Ну, я бы хотела сказать, что даже немножко о своем собственном мнении, что человек, например, который не латыш, но он живет в Латвии, он все равно со временем становится более латышским, но он не должен терять свою какую-то культуру и так далее, просто он приспосабливается к стране, в которой он живет, он ее уважает, он живет по ее законам. Это не значит, что надо забывать свою культуру, свою какие-то, может, директор, может, меня как-то дополнить что-нибудь, но мне кажется, что это не значит, что все мы будем одинаковые. Мы не одинаковые, мы никогда не будем одинаковые. Если говорить о финансировании фонда интеграции, то вы живете за счет 10 фондов ЕС и за счет госбюджета, да? Да, конечно. И вот в рамках реализации политики национальной идентичности гражданского общества интеграции на будущие два года вам было выделено более 14 миллионов на 2019 год и 7 миллионов на 2020 год, если я все правильно понимаю. О каких программах вы говорите? Я говорю, в Министерстве культуры есть план реализации политики национальной идентичности гражданского общества интеграции. Я понял, но фонды интеграции общества, он обслуживает только некоторые программы. В этом план действия, рецепс-план... Да, план действия, да. План действия национальной идентичности, он предполагает участие многих институций Латвии, например, Министерства образования, Министерства... Благосостояния, регионального развития, да. Да, да, да. Все. Наши программы связаны с программой развития Мазакум Таутипс... Насменьшинств. Организации маннацио-меньшинств, значит, Диаспора... Те, которые соотечественники за рубежом. Да, соотечественники за рубежом, латышский язык и поддержка негосударственных организаций, которые занимаются разными вопросами, в том числе антидискриминационными. Примерно в году у нас где-то... А, кстати, и еще поддержка масс-медиа, СМИ, да, которая тоже одна часть идет именно тематики интеграции. Ну, которая вещает на латышском языке. Да, да, да. Насколько я видела, да, на наших сайтах. Правильно я понимаю, что как раз-таки вот европрограмма вовлечения молодежи на европейский рынок, на ее как раз-таки средства уходят больше, нежели на интеграцию внутри страны, и на молодежную политику внутри страны, если говорить о распределении средств? Ну, даже вот по тем же нацменьшинствам. Я не думаю, потому что... Вот я смотрю, что на вовлечение молодежи в европейский рынок мы тратим, на эрасмус около трех миллионов потратим в следующем году, а на молодежную политику только 200 тысяч евро. То есть мы не стремимся... Скажем, у нас есть риск, наоборот, отправить ту же молодежь... Я не думаю. Вы, наверное, говорите об разработке политики, на молодежную политику. Да, но в том числе мы не работаем на сплочение общества и закрепление внутри страны, а работаем на внешний рынок. Я бы так не сказала. Молодежь – это тоже такая межведомственная проблема, как и интеграция общества. Например, у нас тоже есть программы, которые в приоритетах ставят молодежь. Так что это не только Министерство образования, и мы, и другие учреждения, которые финансируют. Такие активности, которые связаны с основной и целевой группой молодежи. Я считаю, что это нормально, потому что молодежь – это самая перспективная, с кем вообще надо работать. Какие у вас сейчас программы есть по реализации сплочения общества нацменьшинств? У нас поддержка не государственной организации нацменьшинств. Как я сказала, тогда программы, которые на СМИ, которые тоже одна часть идут на интеграцию, в том числе и этот вопрос. Тогда программа… Вы имеете бюджетные только, да? Да, да, да. Именно не фонды, а именно бюджетные средства. Тогда Латвийский фонд негосударственных организаций, в котором тоже может участвовать организация нацменьшинств. Я сейчас так… А главная цель… И Министерство культуры, которое имеет целый ряд программ, которые распределяют финансирование для нацменьшинств. А главная цель какая? Опять же таки популяризовать язык? Не только. Скажем, в нашей программе нацменьшинств сейчас основная цель, чтобы организации, которые занимаются объединением, ну, например, украинцев, да, чтобы они вовлекли свою работу по возможности больше людей других национальностей, латышей там и остальных. Такой межнациональной активности, которая нацелена именно на объединение молодежи. Вот так. А занимаетесь ли вы проблемой неграждан? Допустим, вот по последним данным у нас около 240 тысяч неграждан, живущих в Латвии. Может быть, я предположу, что половина из них всю жизнь живет в Латвии, и они остаются до сих пор негражданами. Допустим, почему они хотят натурализоваться? Ну, почему вы, допустим, с ними не связываетесь или, наоборот, связываетесь? Не узнаете ли вы об этом? Мы знаем об этом, но мы так не сортируем. Да, у нас нет. Это те люди, которые, допустим, они, возможно, интегрируются лучше всего, да, и если они могут быть частью, скажем так, активной гражданской позиции, да, стать. Вы знаете, например, у нас идет программа латышского языка, которая очень популярна, и всегда там мест не хватает. И часто в этой программе есть условия такие, что люди, заканчивая определенный уровень, они сдают экзамен в государственном центре языка, и заодно, значит, на получение гражданства. Довольно много таких случаев. Ну, я это могу сказать из нашего опыта. Ну, а не гражданами вы, допустим, не занимаетесь, да, детально не рассматриваете? Но даже если вы заговорили о языковых курсах, то у нас на национальном уровне только как раз два учреждения предлагают бесплатные языковые курсы. Это вы и Государственное агентство занятости. И то за последние годы, вот по сравнению с тем, что было 7 лет назад, предложения сократились, да, то есть сейчас это на плечи самоуправления перешло во многих городах. Почему так? Это, я думаю, это... У людей реальная проблема записаться на эти курсы. Да, но мы, значит, в приоритетах следующего года предлагаем увеличить эту сумму, потому что мы видим, что мест не хватает и есть большая заинтересованность. Но это зависит опять от и Кабинета министров, и САИМа, как они решат. Но вы не инициируете? Конечно, мы говорим с депутатами и рассказываем проблему. Так что если это будет посчитаться как приоритет, тогда будет больше финансирования на это. Ну, такой вот общий вопрос, но тем не менее, если уже вы фонды интеграции общества, какая у нас главная проблема в обществе, если стоит заниматься интеграцией, сплоченностью его? Можете ли вы их назвать? Ну, здесь придется импровизировать. Ну, это ваше налоговое. Я думаю, что самое главное то, что, например, нам с вами, если я с вами говорю первый раз, ну, я осторожно отношусь к вам. Если бы мы вместе поработали или, например, поплыли на лодке, я бы вас узнала больше, и у меня проблем не было с этим. Значит, надо работать с людьми, надо с ними общаться, надо делать многие вещи вместе, и не надо бояться. Но если нам нужен такой фонд, значит, или это, что мы этого не делаем, или делаем меньше, хуже, и всех надо посадить на фонд? Мы можем стимулировать в одну или в другую сторону, да. Ну, например, сейчас мы, как я сказала, приоритет молодежи. Ну, значит, мы можем больше стимулировать эти общие мероприятия. Мне кажется, как раз у молодежи нет никаких проблем, да, они абсолютно билингвальны, если мы говорим о языке, то есть очень удобно и комфортно себя чувствуют. Да, но это можно усилить, уменьшить, как посчитаем. Ну, молодежь, я считаю, это одна из приоритетов, конечно. Фонд интеграции общества занимается не только вопросами национальных признаков, да, но я так понимаю, еще и интеграции людей, допустим, с какими-нибудь физическими отклонениями, в частности, и с инвалидами, интегрировать их на общий рынок труда в Латвии. Занимаетесь ли вы этим проблемой? О том, допустим, что у нас там 150 тысяч инвалидов в Латвии зарегистрировано, из них только единицы могут найти себе работу. Хотя сейчас остро стоит проблема квалифицированной рабочей силы, да, даже думают приглашать граждан других стран. Да, но вы, наверное, говорите о прошлом периоде, потому что был инструмент европейской экономической зоны, где почти половина всех средств ушло на социальные проблемы, решение социальных проблем, в том числе и инвалидов, о которых вы говорите. Но вы не занимаетесь этим вопросом? Сейчас нет, потому что это приоритет Министерства благосостояния, конечно. А в ваш фонд кто-нибудь обращается, ну, то есть напрямую? Есть люди, которые либо приехали, либо испытывают подобные вопросы или проблемы, как инвалиды, могут ли они получить помощь? Сейчас, ну, вот напрямую с людьми вы контактируете? Наш фонд, да, конечно, мы получаем разные звонки, но мы не предоставляем услуги. Мы можем, конечно, им, ну, мы не предоставляем услуги. Мы можем направить человека. Мы можем направить человека. Есть у нас очень хорошие негосударственные организации, у которых очень большой опыт, не только опыт, но и разные мероприятия, которые они предоставляют этим людям. Фонд работает с тем, что он получает финансирование на конкретное осуществление конкретных программ, которые выдает, например, государство, или, вот, например, какой-то, вот, был вот Европейский союз, Europe Economic Zone Financial Instruments. Значит, мы эти деньги распределяем по негосударственным организациям для осуществления конкретных целей. А как вы определяете успех ваших проектов? То есть вы проводите множество проектов по интеграции в том числе. Как можете сказать, да, это был проект успешный, это неуспешный, люди интегрированы, общество сплочено теперь. Как? Во-первых, когда мы распределяем деньги, мы не оставляем организации без присмотра. То есть следуем тому, как проект реализуется, и какой есть результат. И все результаты всех программ всегда обобщаются, передаются соответствующим организациям, которые разработают политику. Да, но вот результат это что? Вот как вы определяете ваш результат? Сколько людей вовлечено, какие мероприятия были, что они дали, влияли ли они на какую-то часть общества, значит, сколько люди получили помощь, например, сколько бы было участия в разных, не знаю, разработке нормативных документов. Они добылись что-нибудь или не добылись, да? Ну, такие результаты реальные. Потому что эти проекты, они самые реальные. На этом нам программу «Разворот» надо заканчивать. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были представители фонда интеграции общества Аия Баура и Датса Зариня Зведра. Привела программу Алена Борисова, помог мне звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо большое.